Под ваши аплодисменты я хочу пригласить на сцену все команды, ребят. Как я, собственно говоря, как вы, все ребята, которые готовят эту программу, говорили, что команда, которая наберет наименьшее количество баллов, будет сражаться с другой такой же командой. В батле мы думали, две-три команды, тут, знаете, мне не нужна никакая турнирная таблица. Во второй конкурс прошел Тернопель. Четыре команды будут участвовать сейчас в батле. Мы заранее раздали, конечно же, задание нашим командам. Будет стендап. Мы его назвали киносценарий. Итак, будем оценивать команды по очереди. В стендапе участвует один человек, это обязательное правило. Итак, Юра, Лена, внимание, вы оцениваете. Каждый из вас будет иметь только один балл, который он надост той или иной команде. Так получится. Если ничья, вы издеваетесь, хотите еще один батл? Уважаемые команды, извините, хоть раз к ним лицом повернусь. Уважаемые команды, кто начнет? Вот это смелые. Думаю, вам зачтется. Итак, стендап, две минуты, кино, сценарий от команды Трио Разный и Ведущий. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Если бы мы снимали фильм, мы бы сняли фильм о женщине за рулем. Ну вы поняли, фильм ужасов. Главной героиней фильма стала бы я, потому что только недавно я получила права. У меня на это ушло целых три года. То есть можно сказать, что у меня был такой себе автомобильный декрет. Наш фильм был бы малобюджетный, всего лишь на три сцены, потому что как бы на больше не хватило бы бензина. Массовкой стали бы обычные пешеходы, ну и, соответственно, кровь в фильме тоже была бы настоящая. На главную роль меня бы утвердили без проблем. Просто понимаете, я идеальный водитель для поля. Там, где есть только я и подсолнухи, мне прям нет равных. Даже кроты при виде моей машины вылазят из своих нор и уходят назад в лес. И как бы правильно делают, потому что на данный момент я являюсь единственным человеком в области, которому удалось организовать ДТП в поле. Как и у каждого главного героя в фильме у меня были бы друзья, которые постоянно лезут со своими советами. Типа, первое время надо поездить с опытным водителем. Просто мне эти советы ни к чему. Я обычно езжу одна. Потому что как бы я не хочу брать на себя ответственность за смерть другого человека. Тем более опытного водителя. Зрители ждут неожиданные повороты. Потому что, как это ни странно, меня еще ни разу не останавливал гаишник. Поэтому я как-то со страхом жду этого первого раза. Знаете, очень надеюсь, что это будет как-то по-особенному, не по пьяни. Просто мне главное знать, что для него это будет так же важно, как и для меня. Не хотелось бы потом жалеть, что не для того мужчины ты открыла свой бардачок. Ну и в конце фильма зрители поймут, что наш фильм «Женщина за рулем» на самом деле никакой не фильм ужасов. И только самые внимательные заметят, что у женщины в машине на торпеде обычно стоит косметичка. А у мужчин иконки. Вот и думайте, кто как себя оценит как водитель. Спасибо. Спасибо большое за ваше выступление. Ну кто будет там? Близнецы, пожалуйста. Спасибо. Друзья, знаете, вот я женат и заметил, что «Семейная жизнь» — это тот же самый фильм, только сценарий которого вобрал в себя все жанры кинематографа. Ну вот согласитесь, отношение до свадьбы — это трейлер. В него входят самые яркие эпизоды с фильма, которые потом себя вообще не оправдывают. Знакомство с ее родителями — это ужасы. Продолжение ужасов — это когда вы начинаете у родителей жить. Знаете, причем главный режиссер этих ужасов — ее мама. Она же главный сценарист. Она же голос за кадром. Она же, что за дрыщ с тобой приперся. Знаете, первый секс, как вы думали, — это комедия. Вот у меня жена вообще бухгалтер, и я очень сильно удивился, когда после секса она у меня попросила не сигарету, а акт выполненных работ. Знаете, бывает, когда приходит она домой и говорит, «Дорогой, я купила тебе пиво, можешь посидеть, посмотреть футбол?» И ты думаешь, вот, фантастика. Потом утром спускаешься в гараж, смотришь на вмятину в левом крыле автомобиля и понимаешь, что фантастику сейчас будет поглощать боевик. Вот. Ещё мне не нравятся вот эти вот элементы детектива в этом фильме. У моих вещей появилось своё место. Человек давно женат. Когда-то собираюсь, говорю, «Настя, я тороплюсь, где мой зонтик?» На месте. У меня в этот момент картина в голове, как у нас квартира горит, я бегаю, говорю, «Настя, где огнетушитель?» Она говорит, «На месте». И мы вдвоём стоим и тупо смотрим, как догорает наш дом. Вот, знаете, конечно же, к концу фильма всё меньше постельных сцен. У тебя закрадывается вопрос, а не появился ли у тебя дублёр? Но, знаете, самое главное, чтобы досмотреть этот фильм до конца, у вас у обоих должен появиться совместный маленький Оскар. Спасибо, Манхэттену. Это был стендап от сборной «Болтамы Ровна». Пожалуйста. Здравствуйте всем ещё раз. Итак, начнём. Когда я садился писать сценарий, я долго думал, о чём писать. Сначала я хотел сценария писать в свою жизнь. Ведь в ней есть всё. И комедия, и боевик, и эротика. И это только мой выпускной. Но потом я подумал, что фильм должен заинтересовать всех, а не только меня, маму и правоохранительные органы. Поэтому я решил сделать ремейк на фильм «Гарри Поттер». Ну, потому что больше всех он похож на украинские реалии. Посудите сами. Главный герой у нас есть. Гарри Пётр. А то, что он владеет магией, я сразу понял, когда увидел, как на своей инаугурации он взглядом повалил солдата Носгвардии. У моего Гарри Пётра тоже есть так называемая волшебная шоколадная палочка, которая его будет выручать в тяжёлых ситуациях, которую он никогда ни за что не продаст, как бы и не обещал. По сюжету весь фильм «Гарри Поттер» пытается вступить в тайную европейскую комнату. А сделать это ему мешает главный враг — Валандемор Валандеморович. Правда, есть одно отличие. Если в оригинале фильма герои с ним борются, у нас пока про него только поют. И ещё мешать Гарри Пётру будет женщина, занимающаяся тёмной магией. Ну, потому что белой магией такой курс доллара точно не назовёшь. В оригинале Гарри Поттер побеждает зло. Но давайте не забывать, что Гарри Поттер — это фантастика. Я же надеюсь, что по моему сценарию снимут документальный фильм. Спасибо. Спасибо харьковчанам. Ну и завершает наш батл Одесса де Решилье. Пожалуйста. Друзья, мы считаем, что в нашей стране сценарий должен читать тот, кто его пишет. Итак, встречайте. Игорь Валерьевич Коломойский. Сидите, сидите. Вы спросите, зачем я к вам пришёл? На вас посмотреть. Когда ещё будет такой шанс засветиться в эфире на 1 плюс 1? Вы знаете, когда меня уволили с поста губернатора, я понял, что стало реально скучно. И я решил снять автобиографический фильм. Любой сценарий начинается с действующих лиц. В моём фильме будут такие персонажи. Я и люди, которые думают, что они что-то решают. Итак, сценарий. Я родился в обычной семье, поэтому первые мои слова были «Батя, ты вообще собираешься как-то крутиться в этой жизни?» В детстве я очень любил играть в пекаря. Принцип игры простой. Нужно палкой попасть в банки соперника. Кстати, это умение попадать в банки мне очень пригодилось в последующей жизни. А пока все играли в футбол, я играл в монополию. Да, и выиграл. Вы знаете, однажды ко мне подошла моя мама и говорит, «Игорь, одолжи 20 гривен». В этот момент я понял, что стал взрослым. Друзья, а кто это у нас сегодня в жюри сидит? 23-09, 16-18, 19-38. Вы извините, я просто людей по паролям от карточек запоминаю. Друзья, ну и в конце. Многие говорят, «Игорь, ты такой молодец», «Игорь, ты столько всего сделал». Ну как многие? Все. А те, кто думают по-другому, смотрят «Интер». Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»